МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Герман Токарев, расскажем о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федеральные проекты под контролем городской администрации. В ходе объезда Владимир Рощупкин проинспектировал строительство школы и сквера. Школа номер 15 отметила 35 лет со дня своего основания. В медицинской рубрике «Без рецепта» врач-офтальмолог Наталья Мурзина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава администрации провел традиционный объезд города, в ходе которого проинспектировал два строящихся объекта. Сквер летчиков и школу в поселке авиаторов. Владимир Рощупкин, как обычно, инспектирует социально значимые объекты. Сегодня первым пунктом объезда стал сквер летчиков. В настоящее время подрядчик ждет поставку плитки. Осталось уложить порядка 400 квадратных метров. И работы по мощению будут завершены. Параллельно ведутся работы по монтажу ограждения. Кроме того, ожидается поставка малых архитектурных форм, игровые элементы. Сейчас уже вышли из Санкт-Петербурга, закупленные идут сюда. Следующая неделя предполагается также к приемке большого объема оборудования, которое будет монтироваться. Ну и вот задача, как мы говорили в этом году, это 21 миллион средств федерального бюджета, которые выделены на эти цели в обязательном порядке, освоить путем выполнения работ и поставки соответствующего оборудования. Ну, к этой задаче подрядчик сегодня идет. Пока вроде бы все у нас планово. В целом, реконструкция сквера летчиков идет в соответствии с графиком работ, завершение которых намечено на первую половину будущего года. Также администрация инспектирует строительство двух новых школ. Эти федеральные объекты находятся под особым контролем. Ввод их в эксплуатацию снимет нагрузку с ныне действующих учебных заведений и даст возможность школьникам учиться в одну смену. Сегодня в ходе объезда глава посетил школу в поселке Авиаторов. Выполняются другие работы, мы сегодня видели параллельно. Да, идет уже отделка, внутренняя отделка помещений, классов, коридоров. Ну, то есть работы не стоят. Но некоторые работы вынуждены сегодня корректировать, и это, конечно, влияет в том числе на сроки. Ну, и общая проблема, о которой мы всегда говорили на протяжении всего года, это, конечно, наличие рабочей силы на объекте. Физически не хватает тех же каменщиков. Эта проблема была в начале года, в середине года, и вот сейчас она не поменялась. То есть людей физически на объекте не хватает. Так или иначе, школа должна быть сдана в эксплуатацию к Новому году. И для этого делается все возможное. Екатерина Четверикова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В преддверии Дня Матери, который отмечается 26 ноября, в школе номер 11 состоялось праздничное мероприятие, куда были приглашены многодетные мамы. Подробности у наших корреспондентов. 26 ноября, в воскресенье, будет отмечаться замечательный праздник День Матери. В связи с этим сегодня в школе номер 11 состоялось мероприятие под названием «Моя мама лучше всех». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». По всей Ростовской области сегодня празднуют в школах День Матери. Родители и дети взаимодействуют между собой, поздравляют, дарят открытки, говорят самые лучшие слова, признание любви. И мамы счастливы, счастливы получать признание в любви именно от своих детей, потому что это самый лучший подарок, благодарность своих детей. При участии волонтеров в школе дети подготовили для своих мам подарки в виде детских ладошек, внутри которых сердце, как признание в любви к самому близкому человеку. Мы сегодня пришли на прекрасный праздник, посвященный Дню Матери в школу по приглашению наших учителей. Очень теплая атмосфера, нам очень нравится. Мария, скажи, пожалуйста, а ты считаешь свою маму самой лучшей на свете? Да. А почему? Ну, потому что она самая добрая, всегда может выслушать меня, понимать всегда и может всегда простить меня. Очень замечательная организация. Детки пели, танцевали, подарили подарки маме. Ну, просто в восторге. Спасибо огромное. Я очень люблю свою маму, она очень красивая и добрая. Я люблю тебя. И я тебя люблю. По завершению мероприятия заместитель председателя местного отделения Всероссийского движения «Матери России» вручила благодарственные письма преподавателям школы за успехи воспитаний подрастающего поколения и активную жизненную позицию. Дорогие мамы, бабушки, поздравляю вас с Днем Матери от всего сердца. Хочу вам сказать благодарность за вашу любовь, за вашу ласку, за ваши теплые руки, за добрые сердца, за слова поддержки, за веру в своих детей. Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо Сегодня в школе номер 15 юбилей. Это важный праздник для всех, кто в ней учится и работает. Ровно 35 лет назад школа распахнула двери для своих первых учеников. За эти годы вложен огромный труд учителей в воспитании нескольких поколений. Выпущены тысячи учеников. Все это является настоящей славой школы и ее богатством. Педагогический коллектив совместно с учениками решили отметить этот праздник необычным образом. На протяжении всего дня в заведении прошли ярмарки под музыку школьных ансамблей. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В сентябре 1988 года школа номер 15 была торжественно открыта мэром города Виталием Певневым. А ее первым директором стала Ольга Рудиченко, которой удалось сплотить дружный коллектив на долгие годы. Мы очень рады, что в нашем коллективе, который насчитывает более 40 человек, 25% это коллеги, которые начинали еще с 1988 года, в том числе и я. Когда пришел молодым сюда педагогом в далеком 1988 году, был учителем физкультуры здесь. В те годы в школе обучалось 1700 детей в две смены. Сейчас численность учеников намного снизилась и составляет около 800. А теперь мы работаем только в одну смену, что позволяет нам детям давать полный успех в образовании, поскольку дети наши участвуют во всех олимпиадах, принимают участие в спортивных различных мероприятиях и приносят определенные победы нашему образовательному учреждению. Педагогический коллектив гордится своими выпускниками. Многие из них достигли больших высот. Один из них – глава администрации города Азова Владимир Рощупкин. Сегодня у нас на празднике много друзей, которые приходят к нам. И мы встречаем их музыкой, танцами, песнями, потому что нам помогают в этом наши друзья. Кулешовский районный дворец культуры и городской наш тоже самое дворец культуры помогает нам. При участии школьников и их родителей были организованы ярмарки, где каждый класс продавал выпечку, а все собранные денежные средства пойдут на их нужды. Благодаря организаторам праздник в школе прошел ярко, весело и увлекательно. Мы очень рады, что нашей школы любимой сегодня юбилей. Это уже не первое поколение нашей семьи, которая учится. Поздравляем от всего сердца, желаем процветания. И всего хорошего. Ура! Поздравляем всех учителей и учеников с этим замечательным праздником. Желаем, чтобы все было хорошо, учителя были рады. И самое главное – здоровья учителям. Поздравляем школу с юбилеем. Мне от всей души хочется поздравить моих коллег, педагогов 15-й школы. И, несомненно, хочу поздравить родителей, которых у нас масса и которые помогают нам очень в этом празднике и вообще в образовании. И также хочу поздравить бывших выпускников. И мы надеемся, что вот этот старт праздничного мероприятия мы передадим другим нашим школам. Это вот пятая школа у них будет на следующей неделе. Поэтому мы им передаем такой старт праздничного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня в медицинской рубрике «Без рецепта» врач-офтальмолог Наталья Мурзина. Мурзина Наталья Олеговна Офтальмолог Врач высшей категории Родилась 15 ноября 1962 года в Ростове-на-Дону Окончила Ростовский государственный медицинский институт Стаж работы 37 лет Кредо Всегда принимай так, как ты хочешь, чтобы принимали тебя. Потому что в тот момент жизненный, который сложился у меня, в тот период жизни, мне хотелось что-то изменить в жизни. И заведующая детской поликлиникой, которая меня знала как педиатра, предложила мне проучиться на офтальмолога. В первую очередь длительная работа с предметами на близком расстоянии. Раз. Второе – это сухой воздух и плохое настроение. Нет, это миф. Нет. Правильно подобранные у оптометриста и правильное использование совершенно не несут вреда. Вред – это если только человек злоупотребляет длительностью ношения, не соблюдает определенные правила гигиены, тогда это может стать проблемой. Такая вероятность существует, но в микро-микро-микро процентах. В моей практике довольно-таки большой, ни разу такого не случалось. Это совершенно неправильная позиция, потому что лазерная коррекция – это работа на наружном участке глаза. А для родов нам нужно знать состояние сетчатки. Это более важный момент. Иногда приходят девочки со стопроцентным зрением, и мы не разрешаем рожать самостоятельно и отправляем их на дополнительные какие-то мероприятия, типа лазерпексии. В народе называют приваркой сетчатки. Есть такие ситуации, когда сетчатка растянута или есть какие-то дефекты на ней. Мы рискуем получить осложнение после родов, потому что идет колоссальная физическая нагрузка во время родов, во втором периоде рода у женщин. Лазерная коррекция – это же не лечение, это практически косметическая операция. Чистая эстетика – снять очки и не пользоваться. Конечно, это очень часто. Но офтальмология – наука не субъективная, а объективная. Это вычисляется на раз, два, три. Были случаи, даже когда заходил один человек по документам другого. Такие вещи были, да. И наоборот, именно в офтальмологии чаще всего встречается агровация. Или я сильно плохо вижу, дайте мне справку такую-то. Или наоборот, я очень хорошо вижу, дайте мне справку такую-то. Одной гимнастикой справиться невозможно. Вообще, 90% зависит от генетики. Если у нас хорошо видят родители и хорошая генетика, есть шанс, что у человека все будет точно так же. Но иногда бывает, что человек, грубо говоря, убивает свои глаза, нарушает технику безопасности. Всего две вещи – низкий наклон головы и длительная работа. Исключайте это. Плохое зрение может быть, если у человека неосложненная близорукость. Он носит очки. Все решает осмотр глазного дна. Мы должны оценить состояние сетчатки. Только это является показанием для определенного вида родоразрешения. Естественным путем или оперативным путем девочка будет рожать. Дело в том, что наш народ промыванием считает то, что он берет ватный диск и протирает веки. Но весь комплекс микробов находится именно между веками и глазным яблоком. То есть на слизистой. И если мы не смываем оттуда всю эту флору, то ничего не поможет. Поможет даже просто не промывание, не вытирание, а именно закапывание. Закапывание любой жидкости, чистой, естественно чистой. Даже простой воды. По какой причине? Вы механически смываете бактериальный компонент. И если вы это делаете часто, то шансы на улучшение есть. Но это не значит, что мы должны конъюнктивиты лечить кипяченой водой или ромашкой. Все зависит. Конъюнктивиты вырывают разные. Бактериальные, вирусные. Причины разные. Отсюда и подход к каждому заболеванию совершенно индивидуальный. Ультрафиолет опасен для всех. Для всех. Просто у смуглых людей больше пигмента и, грубо говоря, больше защиты. Но это не значит, что они не должны беречь свои глаза от ультрафиолета. Ну, самое простое – кварцевание. Ультрафиолет. Сварка. Тоже ультрафиолет. Техника безопасности. Чередовать работу с отдыхом. Вести правильный образ жизни. И желательно посещать офтальмолога. Особенно это очень важно в детском возрасте. Потому что, когда формируется глаз, глаз наиболее уязвим для всех вот этих вот негативных факторов. И очень важен период после сорока лет. У нас в дополнительном диспансеризации обязательно есть такой пункт – измерение внутриглазного давления. Есть коварные болезни, которые никак себя не проявляют до определенного момента. И выявление этих заболеваний, мы говорим о глаукоме, очень важно. Тем более, что глаукома помолодела. И мы встречаем, если раньше это был возраст 60+, то сейчас мы встречаем глаукому 40+. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочей недели вместе с Пятым каналом. Увидимся в понедельник. В субботу 25 ноября дождь. Температура днем плюс 7, плюс 8. Ночью плюс 9, 10. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 97%. Уровень воды в реке Дон на 138 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 26 ноября небольшой дождь. Температура днем плюс 12-16, ночью плюс 4-8. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха 68%. Уровень воды в реке Дон на 138 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова